вот пришел я в дом плотников мир вам баба серафима я к вам в гости у меня просьба одна к вам что ты делаешь ягоды тут это у вас на огороде выросла ладно ладно вам сколько лет вот быть в августе можно взять несколько 89 давай кушай вот с этими люблю старочками в августе будет 89 89 до разменяя я 50 если бог даст доживу да а может не доживу кушай кушай у вас в гости приехали а чё ты не знал да конечно знаю мы хотели порядок наводят порядок говорю наводят остальные то как у них то не болеют еще как остальные там дома остались не болеют ничего ничего нормально а это внучка то как за софия софия а есть сколько лет софия я знаю что на 10 класса закончила сколько тебе лет то кто баба не знает я решила марина правда или нет вам вам серафима гавриловна будто бы мне слух дошел такой что чтобы их пригласить нужно вас в гости к себе нужно вас разрешение спросить вы говорили такой нет а если говорили то я пришел попросить вашего разрешения ты хочешь да когда ну на что-нибудь там побеседовать там бывает что прийти а сейчас ей некогда не убирает воскресенье а воскресенье нас воскресенье говорит он про воскресенье мы сейчас все работаем работаем мы приехали бабушке помочь убраться прибраться лишнее там выкинуть я хотел спросить ее как остальные ты которые там остались она горит не знаю все здоровы да да слава богу а дальше маме кати митю которых я ближе знаю все как они меня там приняли как они встретились за городом какая была встреча мы все это зафиксировали это удивительно просто вот у люди которые уехали из потеряевки сохранились вот такие братские отношения больше никого у нас нету понятно самое доброе воспоминание таша геля там написала что осталось то вспоминание потеряевки так это лагерь где мы были беззаботность все что у нас там было и конечно молитвы в тот день когда ты приехал на было работе работает она без оформления можно бывает но это как бы по черному называется и и пришла проверка ее поймали что она там без оформления работает ее забрали в милицию забрали задержали и она сидела и всю ночь молилась и плакала господи неужели я не увижу дядя Игнатья он уедет а я не увижу вы же вечером приехали на второй день вы даже сутки у нас не побыли вы в обед уехали уже с дмитрием и она плакала а утром что-то в общем получилось ее отпустили ну она молилась всю ночь ее отпустили она пришла и встретились господь господь так устроил все у нас остались самые добрые теплые как говорят воспоминания как мы у вас были мы вас в чем-то и пожалели представьте что нет земли где-то там какие-то помидорчики среди бурья на где-то спрятаны где кошки бегают чужие а здесь то посмотри все то только гляну все цветет а здесь мы не успеваем у бабы столько вот ягоды всего и мы не это все собирать надо баба ругается мы не успеваем это собирать правда не знаю зачем баба насадила столько много молодец ма зачем насадила столько много я не садила маленькой они сами разрослись я в отца в отца был отца корова он к корову мать подавила а он льет там гляжу чуть не в коры то льет молоко я говорю а что кошек то столько раз поделал до холера их плодит сами плодятся ну ты это хозяин регулирует они промо дни хвосты торчат как вот укрыт свинарники до холера их плод плодит действительно потеряевки чудесная благословенная земля ладно я на минутку и забежал только узнать это марина вот пару слов хотела васи спросить у васи на какой курс перешел сейчас баба горит на 5 ну и нервы он не разочаровался в этой специальности врача я не знаю это вы его спросите мы даже поговорить не успели нет нет ты меня спроси я с ним может быть он его же знаю это как какое желание я гоним слежу на теперь заболеешь то больницу можно не ездить дома врач мне не надо врача у меня он врач небесный у меня небесный врач за здоровье где чё заболела все у меня акафис все и гляди все зато то и надо аса говорит был болен ногами библии написано болен ногами и взыскал врачей они господа это не как будто не одобряется даже хотя златоуст когда был сос там ссылки искал лучших врачей лекарства присылали ему исцелите пантелейним исцеляет мука что только не ленив читай да молись а вот тебе исцеление так и все слава богу как как бы я не падала как бы я и ребрышку ломала а все врач мне земной не был я не ходила к нему а только к небесному упаду а благодарственная кафис читаю благодарю тебе господа бога а по ей полечил все вылетел опять читай так вот это пример вы нам серафима гавриловна оставили как надо трудиться заботиться о своей душе а уже бог приложит здоровья к сколько ему надо как надо и когда немощь 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 а в немощи совершается сила божия думаю как я это сделаю глядь немощь немощь а яйца совершила это же у меня сейчас и гнат технижевая история да это с богом и самое богатство вот этого запусти его сюда все будет хорошо на доверие богу превышает все другие добродетели и когда мы молимся и благодарим даже за боли болезнь когда это открывает щедроты божий еще более к нам благодарить надо все слава богу звонок это божий как звоночек заболела а господь тут а господь здесь правая рука господа бога со мной слава богу я сколько это прямо уйдешь наработаешь и наработаешь а вечерний надо ой господи боже мой укрепи ты меня пять минут полежу уже надо одеваться слава богу гляжу и выставила там а ну кто это делает все божий промах господь боже да а то милость божия когда люди доверяются ему а когда не доверяется у них шкафы забиты таблетками нет уже нет все таблетки нет она таблетка что-то может и лечит а другие органы страдают не надо вперед пила все а теперь уже нет никаких таблеток он лекарство почитай а вы раньше кем работали на производстве то швеей сначала работала на стройке а там что строить дома на что там были штукатур маляр не я подобный было у мастера я подобный было и он так меня возлюбил что я ему все вроде как как он хочу хочет так и я ему угождаю вот как то вот я не знаю мне так вот пример берет вот 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 рабочий вот рабочий нас все знает как нас приучили мама покойничка работе и сейчас он библии говорит возлюби земную работу вот она где я другой раз и власти он это то то надо взять для мозгов я для мозгов нужно к богу проявить старание старание проявить господь даст тебе знания а не то что там вот кофе попить чтобы я не спал все это шоколадочка для мозгов нет он надо кому вот я говорю где витамина то где а вот старание постараюсь и господь до знания говорить не надо все слава богу за все слава богу за скорбь и за радость как-то надумали ваши приехать то это же дорого стоит ну спасти христос что приняли ягодками угостили я тебе их у нас есть ягод у нас дома есть ягоды у нас растут они растут я пошел туда ну иди богом спаси христос где у меня шапочка тут сейчас я найду ну что фото что побыл я у бабы прекрасно и поговорили мы отличим пойду еще посмотрю на огород что она тут посадила что они выращиваются об что-то упала в этот круг надо посмотреть вот вас стоит круг какой-то я бываешь тут туда внутрь провалилась нормально поговорили с бабы я в огород загляну пока посмотреть что она насадила прекрасный разговор получился это у нее тут виноград какие у нее тут все это баба серафима вот у нее лук лук где-то сантиметров по 80 это чеснок у ей прекрасный о малина то какая это вообще чудо какое ну-ка я его возьму да не мимо рта пронесу хороша малинка замечательная малинка ну надо же господь сколько даете а тут у нее и тория у плантация целая ничего себе она сидит перебирает ее набрала сейчас ну а то тут у нее огурцы вот это у нее одна грядка моркови другая третья дальше лук на дальше у нее тут виноград а там семена у укроп или что там такое а там все виноград виноградар это поделятся что в сибири в алтайском крае у 89-летний одинок у нас здесь и живет она конечно без мужа мужики это меньше живут вот это все лук у а тут все виноград у него сажен сколько у нее всего это что у нее тут но перец ну перец этот видать настоящий перец горький а то какой-то болгарский он никуда не годный не горький о действительно он и не большой перец тут еще одна грядка это все она насадила вот он какой чтобы увидеть большой или нет вот я в ладони беру вот она видать в ладони держу смотри какой пальцы и на всю ладонь о тут у парник помидоры красный вон видать растут это в рост человека вот я стою и в рост человека у ее сколько у нее это ягода это ничего себе плантация целая но тут ягоды не очень большие у ней вот я собираю морковь там дальше идет капуста надо же сколько а тут опять в ней лук сколько плантации лука а тут огурцы у нее с перцем какая она молодец а это у нее тыква тыква и дыни дыньки уже большенькие держат ну нынче такая погода это как кабачки или как называют ну чтобы понять большие или нет вот я руку приложила тому но он куда дальше ушел под кусты оглобля какая-то но это цветки все таки вот я ладонь рядом подложил и видно размер хотя бы показать а вот какая рядом береза вот это я провожу ее какая огромная береза это ветла вот отсюда смотреть это их дум вот он дом вот работаю все есть а это откуда когда они видны какая куча тут на воздух перегнивает ну а дальше тут что тут бузина бузиный куст с этого ничего не возьмешь а тут у ней плантация бобов бобов то сколько у ней да все растут они у ней намного богаче чем у нас в лагерном огородчике о а за бабами а бабы высота в пояс мне а здесь свекла какая свекла то вот я руку положу чтобы показать то есть лист намного больше ладони один лист от картошка вот картошка за это там я не знающая дальше картошка то ее видимо за это отгорожено еще дальше идет ну да это их территория а там его хозяйство сынах вот там живность вот как люди живут живут это надо увидеть вот он какой вот он видите теплица какая огромная 89 лет и за все благодарит где бы там не было упала или что а рядом с ней барабаш это вот его скотный двор коровки он еще кроме коров овечек не держит как говорится святой человек сейчас я договаривался чтобы два дня взяли на абордаж наш лагерь потому что воскресенье у нас розговар не то есть можно есть молостные молочные и чтобы два дня кормили весь лагерь всех гостей или она сразу согласилась заулыбалась и все игру чтобы потоком шли сливки молоко творог а сколько будет володя будет сколько брать столько чтобы давали чтобы все были сыты там люди разъезжаются а сейчас у нас пост ничего этого нету вот как ничего не вижу у них живности курица на все держала наверно уже не держит а там летняя кухня построена это крыльцо вот я пошел варина все побыл посмотрел у нее намного лучше чем у нас в огородчике целая плантация бобов вот например варина как надо жить и работать ведь мы прекрасно поговорили я снял и вы это найдете но у софи какая-то коса какая я всегда косы любил увижусь за косой и смотрю очень нравится по сей день в этом усматриваю не не развращенный мира некая целомудрия потому что волосы для женщины честь послание говорит но это с детства просто у меня было у мамы коса была ну пошел я с богом а тут у них бумага это мой мой труд я привозил с редакции эти большие пачки тут на растопку разные вот такая антенна огромная видно даже по размеру он стоит марина димасфеновна куем щиде плотникова ну спаси христос что приняли отошел я с той стороны еще еще цветы хочу снять там снять у дрова на проходе цветы ну и вот тут березки но это наша сибирская мальва красота ведь она высокая я плохой съемщик то что когда увеличиваю то у меня совсем все три стучка забивает трясутся руки трясутся руки от того что мало сделали добра как поется вот так около этого ты дома вот и там сделала вместо всей фотографии дом поставь свою фотографию ну еще дом дом большой конечно нам жалко что вы уехали в греции а вы в греции то все равно сколько бы ни не жили там а такого огорода у вас не будет эти какая тут земля у нас я сейчас показал это все в пояс это вся какие цветы она одна живет бабы и посмотри как она она возраста как будто и не чувствует почему потому что уста свои наполнила благодарением богу и радостно это я понял правильно она непрерывно благодарит но все сестра провожай в путь ушел выключил